Доброе утро! А вы знаете, что на самом деле не люди играют с куклами, а куклы играют с людьми? А актер театра одного актера Знич, Леонид Сидоревич, против этого утверждения ничего не имеет. Он уже давно отдался во власть своим персонажам и живет по их законам. Да, водят куклы меня, потому что смотришь на маску, на маску, и ты обязательно должен подстраиваться под куклу, под маску. Обязательно должен поймать голос и пластику. Совсем недавно у актера появились новые друзья и, как следствие, новый спектакль. Инсценировку по сказке украинской писательницы Ларисы Ницой Леонид написал сам, сам и поставил. В спектакле «Ярик и дракон» взрослый бизнесмен встречается с самим собой маленьким. И маленький Ярик ведет взрослого Ярика в страну детства, чтобы отвлечь от бесконечных забот и беспрерывного стремления заработать много денег, а еще для того, чтобы встретить дракона. Вообще, это дракон, это не страшное, потому что это восточная мифология, это бессмертие, это твоя душа. У нас она – это детство. И мы с художницей Людмилой Скитовичей придумали так, что это не дракон идет в конце спектакля, летит, а бумажный змей детский. Это понятно для детей. Самое замечательное то, что актер не прячется за своими куклами, а отдает волю собственным эмоциям и актерскому таланту. Получается потрясающе мило и забавно. В спектакле участвуют восемь персонажей – взрослые, маленькие, главные герои, семейство жадных хомячков, страшная, но мудрая жаба, глупый, амбициозный бурундук, мусорный дракон. И каждый герой говорит и двигается благодаря одному актеру. Но Леониду не составляет труда за мгновение перевоплотиться в любого из них, да еще и быть рассказчиком истории. О том, как трудно порой найти в себе ребенка и как необходимо это делать хотя бы ненадолго – поиграть в прятки или догонялки, попрыгать на скакалке или в классике, вспомнить о том, как легко и беззаботно в стране детства и о том, какими чистыми и непосредственными мы были когда-то. Ярик, дякую тебе за счастливое подрожжение. У меня это тебе просьба. Когда ты станешь дрожжей, заставайся таким маленьким. Что ж, как сказал Гетте, по мнению некоторых, наши предки не куклы были, а марионетки. До встречи в театре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова